Здравствуйте, мой влог Ничего Святого с Сергеем Поярковым и тот художник, который можно видеть каждого, друзья мои. Я расскажу вам сегодня одну правдивую историю, а потом дополню ее одним анекдотом, который подчеркнет весь трагизм ситуации. Звонит мне сегодня Саша Тимофеев. Он глава наблюдательного совета АВТ Бавария. Это компания, которая продает автомобили BMW по всей Украине. И рассказывает мне случай, от которого я просто ухахатываюсь. Моя жена смеется. Так вот, к Саше пришла следователь полиции. У него там соседи повздурели в дачном кооперативе. Он рассказывает, что видел, слышал. И она вносит это в протокол и спрашивает, а где вы родились? Саша говорит, честно говорит, в Тбилиси. А она у него спрашивает, область? Он говорит, не понял. Она говорит, ну что непонятного, область? То есть она откровенно дает ему понять, что он выглядит тормозом. Ну что, тяжело разве сразу с первого раза ответить на вопрос и назвать, в какой области Украины находится город Тбилиси? Я говорю, Саш, слушай, ну так она не зря тебя посчитала тормозом. Ну действительно, а что ты тормозишь? Надо было ответить, допустим, в Делаверской области. Да, в Оклахомской. Да. Скажи, это у нас тут. На Калифорнийщине. Недалеко. Это Нью-Йоркская область Украины. Сказал бы ей хотя бы Тбилисская область, ну в которой находится город Тбилиси. Смотрите. Вот эта девушка, как мне показалось, ведь она просто человек-символ. Она, можно сказать, такая виртуальная внебрачная дочь Надежды Савченко и Владимира Зеленского. Она символ! Какое дурачье! Сегодня попала на государственные должности. Если у нас Зеленский может исполнять функции президента Украины, а Надя Савченко была народным депутатом, но тут да для симметрии, для справедливости. И в полиции тоже должна быть как минимум одна феерическая безграмотная дура. Но, вы знаете, кто меня порадовал на этой неделе и сделал, так сказать, мне уикенд, так это нанятый президентом Зеленским кризис-менеджер Михаил Подоляк. Ох, как он поиздевался над своим шефом Зеленским! Так опустить Зеленского, как сделал Михаил Подоляк, не то что я не смог. Там 95-й квартал курит нервно в сторонке. Так поиздеваться над Зеленским, как Михаил Подоляк в своем интервью, ни у кого не получилось. Рассказываю подробно. Михаил Подоляк утверждает в своем интервью, что падение рейтинга Зеленского и прочие неприятности обусловлено тем, что против Зеленского в соцсетях борется армия парахоботов. То есть, это они виноваты в падении рейтинга и в его неудачах. То есть, не то, что Зеленский не профессионал, не то, что он несет глупости, его там предлагают продать собак, корабельные сосны, не то, что он не может связать двух слов. Нет, это во всем виновата армия парахоботов. То есть, он нас подводит к мысли, что если вам не нравятся дураки, если вы не любите идиотов, если вы не тащитесь от глупости, если вы не тащитесь от косноязычности и неумелости, вы парахоботы. Настоящим людям, я так понимаю подалека, должны дураки нравиться. То есть, если ты не парахобот, ты должен любить тупое хамство, ты должен любить бездарность и глупость. Но если глупость тебе не нравится, ты из армии парахоботов! Прекрасное объяснение. И я вам скажу больше того, уровень 80-го тролля, 80-й уровень троллинга, это как подалек опустил в дерьмо своего шефа Зеленского. Я вообще не представлял, что можно так безбашенно вообще издеваться над президентом. Он на полном серьезе в своем интервью его называл трудоголиком. Этот додик Зеленский успел больше 15 раз отдохнуть меньше, чем за год. Чувак фактически, по сравнению с остальными украинскими президентами, просто из отдыха и отпусков не вылазит. И подалек решил таки добить. Гвоздь в политический гроб Зеленского забил подалек. Он его решил шутливо обозвать трудоголиком. Знаете, вспоминаю анекдот по этому поводу, который дополнит ситуацию. Смотрите, ученые проводят эксперимент и мента тест на сообразительность. Видишь, обезьяна прыгает, 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 прыгает. Говорит, обезьяна, подумай. Она прыгает, обезьяна, мозг включи. Обезьяна, подумай. Обезьяна берет табуреточку, она на нее кубики положила, залезла, бананы сорвала и убежала. Но тут советские ученые Сажают мента и говорят, давай мент, покажи себя. Мент прыгает, 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 потный уже, просто весь в синяках. Скачет и скачет уже раз, два, десять, двадцать. Ему говорят, думай, он прыгает. Ему говорят, думай, уже ученые устали, уже триста раз, он уже сдохнет скоро, блин, прыгает. Говорят, подумай, ментище, ментярище, жиробас, ты можешь мозг включить в конце концов, тот, охренеть тут думать, прыгать надо, прыгать. Вот интервью подалека убеждает меня, я по-моему, всех, кто его читал, что ни Зеленский, ни его команда думать не намерены. Они будут прыгать, пока не сдохнут политически. До своей политической гробовой доски они будут прыгать. А думать им просто нечем. Понимаете, они не смогут повторить подвиг обезьяны из первой части этого анекдота, потому что физиологически, как сказал Зеленский, у них отсутствует орган, которым можно думать. И господин Подоляк, это прекрасный могильщик Зеленского и его команда, я тоже подумал, но Подоляк же не может быть дураком. Он работал у Левочкина, у Левочкина дураки не работают. Значит, Подоляк нанят, чтобы утопить Зеленского и его команду в нужном направлении, ну, для тех, с кем дружит господин Михаил Подоляк. Так что к могильщикам Зеленского, я считаю, очень эффективно и грамотно, а главное, с юмором присоединился Михаил Подоляк. И думаю, он поможет похоронить политическое будущее Зеленского и его команды максимально эффективно. Успехов ему в этом благородном начинании. И хочу сказать, что мне недавно позвонил Владимир Александрович Зеленский, знаете, с такой, как бы, странной просьбой. Он звонит мне и говорит, альмо, поярков, здравствуй, негодяй, подонок, мерзавец, просто скотина и негодяй. Ты просто сволочь конченая. У меня к тебе просьба. Слушай, я тут подвязался, я пообещал, ну, если помнишь, да, рекламировать магазин. Гудвайн, да. Я даже когда-то пришел в Гудвайн, купил там сыр. А ну, все, правда, напутал, но мне же надо рекламировать его дальше, да, выполнять свои обязательства. Да. А мне и Подоляк, да, и Ермак запрещают. Говорят, не ходи туда больше, да. Потому что тебя спалят. Попроси кого-то из друзей, да. Ну, у меня друзья в основном либо конченые, либо не начатые, да. Поэтому я хотел попросить тебя. Слушай, выручай, поярков. Ну, ты же столько на меня всего уже наговорил, да. Сделай хоть что-то хорошее, да. А я буду должен. Ну, все. Давай, пока, да. Почаще пиши блоги. Мы смотрим всей семьей. Смотрите, я с удовольствием выручу господина Зеленского и объясню, что Гудвайн тут не просто так. Смотрите, Гудвайн это магазин, где продаются самые лучшие вина, самые дорогие и качественные деликатесы в Украине. И туда приходит вся украинская элита всех разливов. То есть все бизнесмены, все, у кого есть деньги, влияние, возможности, а главное мозги, сходят скупать продукты в этот магазин. Там все президенты, премьеры, министры, всегда я их встречал и встречаю, собственно говоря, там. Так вот произошла, благодаря именно Зеленскому и его команде, очень интересная штука. Понимаете, вот если взять среднестатистический уровень посетителей Гудвайна и тех, кто сейчас находится в Верховной Раде, в Кабмине, в администрации, то ситуация поменялась. Раньше они были как бы приблизительно равны, а вот теперь уровень, средний уровень посетителей Гудвайна, он в 10 раз превышает интеллектуальный уровень, профессиональный уровень развития тех, кто являются нашей властью. То есть произошла дивная вещь. Если просто взять тех, кто находится в Гудвайне, вот включая посетителей, работников и даже кассиров, и посадить их во власть, ну заменив эту зеленую задрипанную команду, то страна получит пользу. Они будут работать намного действеннее, эффективнее. Их профессионализм, уровень развития и грамотности окажется на порядок выше. Вы знаете, я часто объясняю некоторым кассирам Гудвайна одну элементарную вещь. Я им говорю, ребята, вот когда я покупаю продукты, вот там есть кулечек со льдом для охлаждения, пока я буду ехать в машине домой. Вот этот кулечек со льдом, который находится, его не надо ложить на дно кулька. Его не надо ложить вниз, он должен быть сверху. Потому что есть такое явление в физике, как конвекция. Когда-то Надя Савченко пытался объяснить, она так и не поняла. Если вы учились в шестом классе, то вы знаете, что холодный воздух опускается вниз, а теплый идет наверх. Таким образом, если у человека в машине стоят продукты, то они лучше сохраняются, когда лед лежит сверху. Холодный воздух идет, знаете, в старых холодильниках морозилка сверху. Холодный воздух идет вниз, а теплый поднимается наверх. Вы кассиры Гудвайна. Вы не какие-то задрыпанные, занюханные депутаты от слуги народа. Вы, мальчики и девочки, должны понимать, что в отличие от бездарных тупиц Кабмина, вы работаете в развивающейся, в грамотной, в хорошей компании. Вы должны понимать, что вы не можете опуститься до уровня Нади Савченко, Зеленского или каких-то депутатов слуги народа. Вы должны, в отличие от этих бездарей, проявлять инициативу, интеллект и знания. Потому что, к сожалению, смотрите, так получилось, что сегодня высокое звание кассир в магазине Гудвайна, ну просто на порядок выше, чем оскорбительное прозвище депутат от слуги народа. То есть, знаете, вот как-то, если тебя так обзывают, хочется сразу в морду дать. И самое ужасное, то что у нас во всех областях, во власти появились люди, которых в Гудвайн кассирами не возьмут. Я уже не говорю про менеджеров или сомелье. Так вот, смотрите, сегодня, если ты хочешь пообщаться с умными людьми, тебе совершенно незачем ходить в Верховную Раду, в Кабмин или в администрацию. И интервью Подоляка, оно просто убийственно подтверждает мою правоту. Даже если Подоляк позволил себе обгадить Зеленского, опустить его ниже Плинтуса, то что же, в общем-то, ожидать от тех, кому Зеленский не нравится. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, расшаривайте это. Я стараюсь давать вам аргументы, с которыми вы можете пойти и попытаться переубедить адептов Зеленского и его команды, которые еще есть. Попытаться им на пальцах, как-то с юмором, с какими-то работающими примерами, пояснить, что дальше этих людей во власти оставлять нельзя. Впереди осень. Мы с вами граждане Украины. И по Конституции власть принадлежит нам. И поэтому мы, ну, конечно, в соответствии с Уголовным кодексом, объясним власти, что мы будем менять их власть. То есть наш менеджмент тогда, когда мы посчитаем нужным. Конституция утверждает, что власть принадлежит нам, то есть народу. И мы будем реализовывать это право сгидно чинного украинского законодавства. И впереди осень. Ох, за нами не заржавеет.